Подъезжаем к границе. Грузия, Турция. Мы зашли в Датифри. Смотрите, тут очень много вкусов таблерон. Мы купили, потому что камилка большая есть, и бюдена. Стоит всего лишь 7,50 лари. Мы купили, но мама забыла взять деньги. Это супер, конечно. Супер! О, духи такие же. У меня есть туканик розовый цвет. Короче, сейчас ждем, пока папа придет. И так мы уже прошли границу. Грузия, Турция. Я долго что хотела нормально записать видео, и там включили музыку. В общем, мы вот на таких штучках сидим. Там еще люди сидят. Рэш, мы на границе. Грузия, Турция. Ждем, когда папа пересечет границу. Должно быть все быстро, но мы разговаривали с разными людьми, которые говорят на русском. Короче, там что-то надо делать, страховку какую-то здесь. Мы делали в Грузии грузинскую страховку. Надо еще делать турецкую страховку. И кто не сделал, ее делают здесь. Из-за этого очень долго получается. Здесь вон фуры, вон, короче, ездят. Поэтому мы сидим, ждем тут папу. Уже сходили на море. Мочили ножки. У меня вся папа мокрая. Поскольку у нас не получилось заранее забронировать номер, мы очень долго искали, где нам заселиться. И в итоге только в почти 3 часа ночи мы заселились в прекрасном отеле на Первой Береговой. То есть нам нужно было идти до пляжа 5 минут. А это комната родителей. Я когда снимала, ничего не комментировала, потому что я очень сильно хотела спать. Это туалет. А первая комната, я спала там, на диванчике. Очень-очень классно. Всем доброе утро, добрый день. Время полдвенадцатого. Мы сейчас идем на пляж. В общем, мы были на завтраке. Это просто полный трэш. Расскажу с самого начала. Мы не могли найти ни в одном отеле. Хорошем отеле, который находится прямо где море. Кстати, вон там уже море. Мы не могли найти место, где нам жить. Потому что все отели переполнены арабами. Я, конечно, ничего против них не имею. Извините, если я кого-то там оскорбляю, все такое. Но я просто очень была. Приезжают арабы со своими женами, со своими 100 миллиардами детей. Раскупают все отели. Ой, все номера. И жить нам негде было. Просто. Мы приходим в каждый отель. Говорят, фул, 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 фул. Вот нашли этот отель. Еле-еле. Вчера легли спать в 3 часа ночи. Были в мороте с оплатой. Вот, может, пришли. Подошли к морю. Нам стоит какая-то палатка. Короче, подошли. Смотрите, здесь есть шаур. Все дела. Все, наверное. Что я хотела вам сказать. Все информацию габанную. Я сказала, сейчас мы пойдем купаться, загорать. Тут, тут, все дела. А, про завтрак-то я не рассказала. Мы вообще не знали, какое количество арабов живет в отеле. Мы думали, там еще какие-нибудь русские живут. Все-все-все. Вот, а потом пришли на завтрак, увидели. Там просто, мне кажется, только арабы были. Были арабы. Да, вообще, мне кажется, мы единственные были другой национальности. Для нас это прям реально был шок. Не знаю вообще. Все, пока. Так, ребят, мы нашли пляж нормальный. Вот такой вот. Соннышко вышло. Где солнце-то? Вот. Погода хорошая. А мы уже успели покупаться. Ребята, смотрите, здесь самолеты летают над нами. Тут надо брать шезлонги. Прокат, как мы угонили. Поэтому мы лежим на песке. На песке, на плете, в котором я укривалась. Ну, что, завтра мы возьмем, наверное, шезлонку на аренду. И все, чики-пуки. Вот. Что-то солнце то уходит, то приходит. Я хочу пойти купаться, но солнца нет. А если пойти купаться без солнца, то будет холодно. Мама что-то будет пыхтить. Мама что-то пыхтит. Ну, вот. Я хочу купаться. Итак, всем привет. Рассказываю, что сейчас делаю я. Я красная, как помидор. Потому что я обгорела. Я в первый же день обгорела просто. Я знаю, как вам показать, что я очень обгорела. Вот. Мне аж видно лямки от купальника. Я очень-очень сильно обгорела. Сейчас смазалась пантенолом. Надеюсь, что поможет. Вот. Родители ушли в банкомат какой-то. Я сейчас заказала доставку сюда ко мне. В номер снизу с ресторана. Этот сэндвич какой-то. Надеюсь, он будет вкусный. Вот. Потому что мы ели в каком-то кафе. Что-то там какие-то хачапури были. Приехали из Грузии в Турцию. И опять с ним какие-то хачапури. Я не знаю, что с моими родителями. Вот. Поели. Я что-то как-то не наелась. Поэтому я решила заказать еще бульгер. Ну, покупать сэндвичей, обеспоните. Вот. Чай уже готов. Посмотрите, там вид очень красивый с улицы. Сейчас нальем с вами чаек. Вы, наверное, сейчас удивитесь, но вчера к нам человек, который приносил мне постельное белье на диван, принес нам мешок гель для душ. Я не знаю, зачем у нас все было, все лежало. Прям мешок. Я не знаю, где он сейчас. Я его не могу найти. И мешок такой же. Абсолютно. Только тут другое наполнение. Здесь у нас чай, кофе и сахар. У нас вот здесь вот лежит вот все чаи, кофе, сахара. Но нам еще зачем-то принесли. Я не понимаю вообще. Вот. Он почему-то ползраный был. Здесь прям очень много всего. Прям дофига вот таких вот кофе растворимых. Мы выбираем сейчас с вами чай. Здесь два вида чая. А вот такой черный и вот такой эстетичный пепперминт флэвер. Ну, то есть пепперминт какой-то. Я не знаю, что такое пепперминт, но что-то как будто смятый, но картинка в принципе эстетичная. Поэтому давайте заварим его. Итак, чтобы заварить чай в пакетике, нам надо открыть пакетик. О, тут даже есть туториал. Для тех, кто не знает, давайте я по туториалу буду двигаться. Открываем. Это же сахар, я надеюсь. Не соль какая-нибудь там. Давайте попробуем. Соль это или сахар? Ммм, это сахар. Я еще какую-то штуку тут нашла, но тут лежала. Как взять? Рофл, смотрите. Здесь нарисованы приборы. Верка, ложка, нож. Что мы здесь видим? Палка обыкновенная. И там еще одна вторая такая же. Ну все, теперь я точно могу спокойнее прийти чай, потому что у нас есть палка. Блин. Короче, мне принесли сандвич, я забыла вам его снять. Вот. Вот так он сейчас выглядит. Внутри него оказывается шашлык из курицы и картошка фри. Я прям не шучу, тут картошка фри. Ну вот, все, что тут осталось. Потому что я всю картошку с фри вытащила и съела в первую очередь. То, что я хотела ее попробовать. Вот, короче, вкусная еда. Всем привет, доброе утро. Я выгляжу отвратительно, потому что у меня, ну, обгорелое лицо. В общем, сейчас я буду быстро краситься. Я взяла вот такую вот маленькую косметичку, положила туда все необходимое. Потому что большое объективное, много места. Я взяла маленькую. И сейчас я буду быстро краситься и рассказывать вам все новости за сегодняшнее утро. Румяны, я думаю, мне не нужны, потому что мне и так красное лицо. Первая новость, которую я только что увидела, сейчас на улице сильные волны, ну, в море. И даже волнорезы их не могут остановить, как я понимаю, там прям капец. Поэтому думаю, что с ним купать мы точно не будем, с учетом того, что родители обгорели. Берем от Vivienne Sabo хайлайтер. Ну, любой хайлайтер, в принципе. Теперь главные новости. Просто мы сегодня решили пойти позавтракать пораньше утром. И не зря было больше еды, больше выбор. Потому что когда мы пошли позавтракать поздно, всю еду разобрали. И там был маленький выбор. Теперь я беру белый карандаш для глаз и подвожу вот здесь вот. Дальше рассказываю. Родители уехали в банк. Опять. Уже такое ощущение складывается, потому что мне нравится сюда ездить каждый день. Туда уехали, попросили меня узнать. О, самолет летит. Взлетает уже, прикол. Вот, и попросили меня узнать на ресепшене, можно ли нам еще продлить наш номер на одну ночь. Потому что нам сразу на три ночи, насколько нам надо было, нам не давали его почему-то. Вот, мы здесь прожили две ночи. Или три, короче, без понятия. Вот, и сегодня я подхожу, говорю, типа, можно нам продлить номер еще на одну ночь? Вот, они сказали, что нет. Типа, уже этот номер, походу, кто-то забронировал или еще что-то. Потом я такая говорю, ладно, а можно нам тогда нас переселить в какой-то стандартный номер? Ну, какой-нибудь свободный, вообще без разницы, куда? Нет, у них полное расселение, так сказать, да? Вообще, нету мест, куда нам заселиться. Так, я беру, если что, тушь, вот, полный отель, некуда нам жить. И поэтому в 12 мы выселяемся. Вот, поэтому мне сейчас надо быстро накраситься, чтобы собирать вещи, пока родители не приехали. Вот, я вообще не планировала краситься сегодня. Я такая думаю, типа, мне надо рассказать все новости, ну, и заодно накрашусь, пофиг. Крашу я все не толстым слоем, потому что потом это сложно смывать. И, получается, все новости я вам рассказала. Сегодня мы, значит, поскольку погода плохая, купаться мы не можем. Ну, мы пойдем, наверное, в центр. Потому что вчера вечером родители устали, мы не пошли в центр. Далее я свои брови причесываю. Гелем для бровей я не хочу сейчас использовать, потому что и так жарко на улице. Ну, и, собственно, мой макияж готов. Останется помада накрасить, но помада у меня в рюкзаке лежит в другом месте. В итоге мы погуляли по центру, зашли в ТЦ, и я ничего не снимала, кроме нашего обеда. Нас заселили в другой номер, потому что тот, в котором мы жили, там уже занято. Поэтому рум-тур на наш новый номер. Здесь мы заходим. Здесь у нас мини-туалет. Вот. Далее, мама лежит. Это типа гостиная. Ну, не типа, а так и есть. Телек, все дела. Здесь чай, кофе. Вот. Кстати, вид, вид я не смотрела еще. Мы только вот пришли. Ну, утром сниму вам нормальный вид. Вот. Здесь стол. Дальше. Вот, мы пришли в другую комнату. Здесь у нас этот шкаф. Опять здесь зона сидеть. Стол зачем? Там папка что-то стоит, смотрит. Вот здесь у нас зеркало. Кровать. Родителей. И туалет большой-большой. Вот. Тут джакузи. Здесь у нас умываться. И душ. Душевая кабина. Вот. Все очень классно. Мне очень нравится. Давайте прям огромные у родителей. Я не знаю, где я буду спать. Наверное, принесут экстра бет. Вот. Мы сейчас будем отдыхать. Всем пока. Наш вид из окна. Я вам обещала снять утро. Там кто-то спит вообще в палатке. Все они сильные волны. Покупаться, мне кажется, точно не получится. Ну и тем более холодно. Весь день мы искали новый отель, где можно было переночевать. Потому что тот номер нам выделили лишь на ночь, так как он был забронирован на 20 число. Уезжать не хотелось, так как в том отеле было безумно классно. Весь персонал очень добрый и понимающий. После долгих поисков мы нашли неплохой отель. И затем отправились в торговый центр с покупкой кроссовок, которые я очень хотела приобрести. Вот и наш последний день в Турции. Мы позавтракали в кондитерской и отправились снова в торговый центр за покупками. Торговый центр был очень большим. Мне кажется, мы его весь обходили. Уставшие наконец-таки сели в машину и отправились домой. А это я счастливая еду и кушаю мак. Субтитры сделал DimaTorzok Что ж, а на этой минуте мое крутое путешествие и влог заканчивается. Спасибо большое, что досмотрели именно до этого момента, до конца. Если вам реально понравилось это путешествие, понравился этот влог, поставьте лайк и поддержите меня подпиской на мой канал. Также, если вы, если именно ты до сих пор не смотрел первую часть этого влога, где я была в Грузии, обязательно посмотри впереди на мой канал, либо загляни в описание, там я прикреплю ссылочку. А также там будет прикреплена ссылочка на мой телеграм, запрещенная сеть. Так что обязательно подписывайтесь. Хотела бы прояснить, почему у меня вот эти вот два влога с одной и той же поездки вышли в большой достаточно разнице во времени. А всё потому, что, во-первых, у меня школа, но это самая фональная причина, я думаю, уже вам не стоит это говорить, вы всё знаете. А второе, это то, что я очень мало снимала в Турции, я не знаю почему, и мне было достаточно трудно монтировать этот влог. Ну, я думаю, понятно, типа на дворе декабрь, она только смонтировала влог с июля. Вот такая вот я у вас блогерша. В общем, ну, хочу вас порадовать то, что первая хорошая новость, я сейчас снимаю новый влог, но это не с поездки, я думаю, вы уже догадываетесь, про что это. А вторая новость то, что я хочу выложить специальный пост в Ютубе, поскольку у меня закрыты комментарии, что меня очень огорчает, и я не могу получать какую-то отдачу от вас. Я решила выложить пост в Ютубе, я думаю, вы понимаете, о чём я говорю, и прошу вас написать туда, нравится ли вам вообще видео с поездок, и вообще, в принципе, что бы вы хотели ещё видеть, какие видео вы бы хотели видеть на моём канале. В общем, буду ждать от вас комментариев, обратные отдачи, тоже затягивать не буду, хотя я и так затянула концовку на две минуты, ну ладно. В общем, ещё раз спасибо большое вам за просмотр, я всех люблю, обнимаю, и встретимся с вами в следующем видео. Пока!